Сбор на ужин Хвала Тебя, Отец, Святой Дух Аминь Аминь А почему? А ноги уже помыли, перед ужином только помыли Почему рано помыли? До ужина не мыть Еще солнце выросли чуть не в зените Это неправильно Многи помыть, это ложатся во сколько? В 9 В 9, значит, через час после еды Примерно так, ну, хотя бы на час Так, вы знаете, еще ходить будете Тем более, собирались купаться Вы сегодня хотите еще купаться? Да! Ну, а вы? Тоже? Да Или нет? Да, да Ну, вообще, ну, так, так Тем более, туда и обратно пешком уходим И только босиком Первый раз сегодня обновился у нас этот пруд новый Ну, там, я не знаю, там травы нарвать или еще подвиги Это чтобы не грязные были Ну, можно захватить что-то Я наказывал сделать, как там у нас Ну, трак туда сходить С пирса Но здесь вода быстро усыхает А мы сейчас с этой Как вот с дороги, как идешь, так и прямо заходим Ну, так сделайте, там нарвите травы под ноги Тут можно что-то сделать Мало того, взял косу, там быстренько докосил Набросайте ее, вдавите ее И по ней ходите А там можно что-то сделать Сейчас мне звонок поступил Говорит Женщина Женщина А вот хотел мне сказать Такое 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 Услуги А что такое Ни слова не понятно Я говорю Вы можете Хотя бы раз в четыре Тише говорить Оказывается банк какой-то Хочет услуги дать То есть дать рубль, а взять с нас два Ну, если Дамгару 64 взять Я показываю, что мы работаем бесплатно Дети отдыхают Она ничего не слышит И опять начинает С того же А как к вам обращаться? Как обращаться? Я говорю, Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Так Я говорю, а вы где находитесь? Мы не можем сказать Это наша профессиональная там тайна Ну, раз тайна Я говорю, жулики Если мы не знаем Как так? Предлагаешь услуги И ты Ну, какие услуги-то? Закабалить меня? Как говорится Сделать рабом Должник делается рабом Взаимодавца Она ничего не слышит Я говорю, я начальник был 45 лет С детьми Бесплатно Преподавал в университетах Общей сложности Больше там Только в одном 18 лет И ни копейки не получил Вы хотите в этом участвовать? Она опять Так вы банк или нет? Я говорю, я знаю самым главным банкером Алтайского края Очень близко Называю его имя Фамилия, отчество Сбербанк Алтайского края Управляющий Насколько он хороший человек Говорят, он еврей Тем более, он приезжал Потеряев Нас интересует не на соотношение к детям Ну, понимаете, вот Директор Не сопи, сделай без... Тихо Трубишь, как эта Ирихонская труба Кто-то не знает, как ты богат соплями Тихо Тихо вот так возьми Платочек Не обязательно положит А другой с ним Даже никак Обязательно На церковные нужды Я знал здесь Директор Центробанка Земсков Вячеслав Вячеславович Я называю, не боюсь Центробанк Это по заводам По другим Я у них был Как частный клиент Это... Ну и обнаружили этого Не должен быть И попросили меня Ликвидироваться А перейти из Центробанка И каждый год я обращался По маленькому По три тысячи давали мне Давали, не брали Даже большая разница Она ничего не слышит Ну и этот Пожелал добра И жить по совести Ее это заинтересовало Я говорю, подумайте Как вы на суде Божьем явитесь Если вы предлагаете Грабительские какие-то услуги Для детей Которые бедные Ничего не имеют Мы все достаем А этот директор Я называю Управляющая Центробанка Песоцкий Владимир Филимонович Говорят, он еврей Насколько он умный Он был президент Демидовского общества Писатели, поэты Там, где награды Выдают И везде Он приезжал ко мне Однажды я Ну Просто Звонок поступил к нему Я Прохожу мимо У меня там Растет миндаль Он цветет У меня два-три только всего Цветочки взял Три веточки отломил Ну, когда приехал туда А у него Это где Секретарь сидит Два секретаря сидят И вот такая Примерно нет Большая комната Перед входом Я и не знал, что у нее День рождения У меня сразу К нему И Она заходит Там Владимир Филимонович Там собрать банкиры С Алтайского края Да Успеете Он Последнюю книгу Получил И воткнулся В книгу Которую я издал Открытым оком Это мне как раз надо Я это нашел Год где Только открыл И как раз у меня с клиентами Вот такой вот Бог открывает где-то Я ему говорю Владимир Филимонович Я с вами рядом здесь Вы на меня посмотрите Это Отстаньте от меня Я тут нашел Я потом говорю Мне нужно Вот утром интересно как было Я всем обвелил Мне Книгу выкупать 61 тысячи с половиной Я уже предоплату давал Это теперь Основное Книгу да выкупать А ничего нету Вообще ничего нету Ну тут вдруг раз подходят Там свои Там кто-то еще И Купили книги у меня И у меня осталось ровно 50 И утром сгонят Нам мобильный телефон Он наша прихожанка и говорит Я сорок тысяч нашла для вас Сорок тысяч Я говорю Подожди маленький А то звонок раздался А именно от него И к нему меня увезли Я тут трубкой Никого нету Не сорок не рубля Одна фигушка И когда с ним говорили Я говорю У меня книгу выкупать надо Дядя книгу выкупать Не надо что Гляжу в шкаф полез Чего он там копался Вытаскивает Пятерка Пять тысяч бумажки Одну за другую Наложил Я не стал считать Я в карман положил Не в долг Нет Безмездно Я думаю Посчитал Он еще не знает Ровно пятьдесят тысяч То что мне надо И в этот день книгу выкупал Понимаете Говорят Ты зазомбировал Ты я зазомбировал Я учился где-то И в йогов там В Индии Не учился я там Это неправда И не зомбировал Управляющий Сбербанк Алтайского края Назвая фамилию Имя Отчество Вот сейчас я могу Позвонить ему Сейчас трубку позвонить Но я только дам звонок А дальше Уже не буду Скорее раз Выключаю Потому что звонить деньги Я говорю Как только Владимир Федорович К вам от меня звонок поступит Вы сразу мне звоните А то У меня ничем Как? Ничем платить Он что-то полез Безцарские десять тысяч Это дороже мою телефону Это на раскрутку Телефона Ясное дело Что мои эти деньги Уйдут куда-то Но я никому не звоню У меня не на что звонить Я вообще не звоню Не звоню И вот я пытаюсь ей сказать А она не слышит еще Ну поставили девчонка Так вы на будущее Имейте ввиду Обращаться к человеку И скажите Вы в чем-то нуждаетесь А в чем ты нуждаешься Тебе ты маленькая девочка Не обращайся Обратиться юноша Мужчина Большой Видя что человек В какой-то нужде Ищите тех Которые в вас нуждаются Пока вы можете Ко мне еще и обращаться Семьдесят восемь лет Еще Как называется Старпер Знаете как переводится Как называется Старый пират Ну вот Ну поэтому лишний раз Не обращаются А все время обращаются А вы не могли бы помочь Могу Я говорю Мы православные христиане Мы стараемся найти нуждающихся Мне только когда и Бог сказать А она ничего не слышит Вот сейчас Наточил я Три пилы Три пилы Представь Вот эти шестьдесят шесть Этих С двух сторон Каждый Тощится зуб Это знать надо У меня вся деревня приходила Тащить Когда я в школе учился Еще Я иду дорогой пилы Несу и думаю Если меня не будет Кто будет тащить вон Пилу испортить Дважды два Это не топор Это каждый зубчик С двух сторон И вот так вот Чтобы нос Носил это Ну не загнать Не стащить носок А напилить носком Иду и размышляю о вас Как вы будете без меня А потом подумал Найдутся такие люди Как Роман Его фамилия Малыш Малыш Большой мужик Малыш В природе Кто-то был маленький Так и прозвали Ну и тогда придут И там напилить Вам не придется пилить А то пыль не напилишь Вот мои рассуждения С Богом За стол Вы всегда Перед обедом Узнавайте Кто у нас где работает Так эти Которые шкурили К жерди Они переходят сюда Здесь будут Здесь Сначала И побежать пораньше И надо сказать Чтобы они Скажите А то когда мы В рынке были Били Так его слышим До церкви Так Коля ешь до сих Вам сила нужна Поедите И сразу пойдите Купаться Купаться Плавать Нырять Никто не уходит Не утонет Это не в Карелии купались Это новое В озеро мы сделали Прут Там красота Какая Да И там нету Ни корняк Низу Ничего нету Совершенно чистая Поэтому Дядя Вомодя Может взять Литовку И там Покосите И вы ее устелите Как идти туда И втопчите Прямо глину И поднимайте Чистая нога Все Ешьте По славу Божию Господи Иисусе Христе Сыней Божий Помилуй меня Грешно Аминь Аминь Грешно